Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Договариваемся с парнем встретиться, мне пишет время, в пятницу в 9 часов вечера, около того-то встречаемся. Мне нужна любимая рядом. Я задумывалась рядом, но прямо как собака, еще бы сказал к ноге. Может я преувеличиваю? Я ему отвечаю, в субботу я работаю, поэтому о вечере пятницы речи быть не может. Мне нужно отдохнуть, выспаться перед работой. И, пожалуйста, не называй меня любимой, прошу тебя, мне неприятно, меня коробят от этого слова, особенно когда слово исходит от тебя. Хочешь оттолкнуть меня от себя, назови любимая. Как альтернатива, вариант, можешь назвать меня по имени. Почему меня коробят от слова любимая? Потому что он всех подряд так на девушек называет. Неважно, Аня или Маня, она для него любимая. А я это слово наделяю большим смыслом, и не всем скажу его. Дальше я отвечаю, забавно, но у меня для тебя всегда было время, ты еще и любить, запрети. Почему мне так гадко стало после этого диалога? Не могу понять. То ли пренебрежение какое-то от него, или давит. Не могу, в общем, понять, что не так. Можете, пожалуйста, со стороны посмотреть ситуацию, разобрать ее, что я делаю не так, как с такими общаться. А для чего с такими общаться? На мой взгляд, сейчас ситуация такова, что вы хотите серьезных отношений. Хотите, ну, не знаю, стабильности от своего молодого человека. Это отдельный вопрос, конечно, то, что вы этого хотите. Но совершенно очевидно, что у мужчины немножко другие приоритеты. Совершенно очевидно, что мужчина по-другому относится к вам, не так, как вы. То есть, мне не серьезно, а вы более серьезно. Совершенно очевидно, что вы тревожны. Ну, для меня, по крайней мере, это совершенно очевидный факт, что вы тревожны. Вот. И, собственно говоря, все. У вас разная направленность с этим человеком. Это нехорошо. И неплохо. Это просто данность. И вы выбираете быть вам в этой, так скажем, данности или нет. Вы просто выбираете. Почему-то вы выбираете в этой дальности быть. Ну, на мой взгляд, это ваш выбор. В таком случае. Вот. Почему коробит? Потому что, в целом, происходит подмена понятий. То есть, вы вкладываете в слово одно значение, и для вас это значение важно. А он вкладывает в это слово другое значение, и оно отличается от вашего. Дело здесь в том, что на вас давит разница в значениях. То есть, вас как бы задевает то, что человек не вкладывает в слово то значение, которое вкладываете вы. Вот, в принципе, наверное, ну, наверное, так отработает в данном, в данном, ну, в данном случае. Вот. В данном конкретном случае имеется в виду. И ключевой аспект здесь заключается в том, для чего вы, в общем-то, общаетесь, как бы, с таким человеком. Если вас это, ну, не устраивает, если вы говорите, например, откровенно, вот, ну, с такими общаться. То есть, зачем общаться с такими, если это такие. Понимаете, понимаете, да? Ну, понимаете, понимаете, в чём здесь тонкосты, в чём здесь нюанс, что вы себя, вы себя просто ломаете, или вы себя просто пересиливаете, вы просто пытаетесь быть той, ну, вот, кем вы не являетесь. В данном случае, я бы так сказал. И, собственно, вам от этого, ну, плохо. Вот. И всё. И это абсолютно нормально. То, что вы чувствуете и так далее. Потому что, ну, вот, есть, есть разница. Когда, ну, когда, скажем так, человек находится с вами на одной волне, да? А когда нет. И в данном случае он просто не находится с вами на одной волне. Вот. А хорошо это или плохо, это в данном случае не важно. Мне кажется, что вы внутренне просто пытаетесь человека как-то вот переделать. То есть вы пытаетесь его построить, ну, построить под себя. Вот. И вы надеетесь на то, что он будет таким, каким вы хотите его видеть. Вы надеетесь, что он таким будет. А он другой. И вы отказываетесь его, получается, принимать таким, как он есть. И нет, вы не должны его принимать таким, как он есть. Вы не подумайте. Вы не должны, вы не обязаны принимать его. Но, если вы его не принимаете, то, на мой взгляд, имело бы смысл, как минимум, честно, себе в этом признаться. Я не могу, что мне нужно, условно говоря, что-то другое. Мне нужно другое что-то. Мне нужен другой партнер. Мне нужны другие приоритеты. Мне нужно, в конце концов, другое общение. Вот. И это абсолютная норма. То, что вам нужно другое общение. Это абсолютная норма. В этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего аномального. Просто мне кажется, что вы сами себя как-то вот в данном случае пытаетесь обманывать. И у вас, ну, не получается, у вас, точнее, получается, у вас получается себя обманывать, но какой ценой? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, цена обмана, она слишком большая. Вот. На мой взгляд, ну, вы это как-то чувствуете, что цена обмана большая и, как бы, чувствуете напряжение? Вот. По крайней мере, по крайней мере, так это видится мне. На данный момент, на данный момент, так это видится мне. Вот. И я думаю, что вам из вот такого, ну, порочного, скажем так, круга, да, вам имеет смысл выходить. Потому что вряд ли вы в нём будете счастливы. Я имею в виду в такого рода общение. То есть, что сейчас по факту происходит? По факту происходит то, что вы находитесь сейчас, например, ну, допустим, на ранних стадиях отношений, да, когда у людей, в общем, там, ну, такой букетно-конфетный период, к примеру. Вот. Вы находитесь на этой стадии сейчас. И уже на этой стадии получается проблема. Вот. Уже на этой стадии, получается, возникают трудности. И если вы думаете, что как-то вот дальше будет лучше, то нет, я хотел бы вас в этом смысле разочаровать и сказать, что лучше не будет. Вот. Молодой человек, скорее всего, видя, что вы заинтересованы в серьёзных отношениях, ведёт себя более серьёзно, чем он, вот, интерпретирует это так, что он вам нужен больше, чем вы ему, по сути. И, соответственно, ведёт себя более, ну, более доминирующе, что ли, более, может быть, расслабленно и так далее. Вот. Кроме того, мне показалось ещё, мне показался довольно серьёзным такой аспект, что вы как будто бы довольно мало общего имеете друг с другом. То есть, у вас как будто бы мало общего с молодым человеком. Вот. То есть, мне бы хотелось вот как-то понять, что вас объединяет, что вас связывает, то есть, по поводу чего вы, например, в принципе, общаетесь. Вот. Это тоже было бы весьма и весьма полезно здесь увидеть. А на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью.